ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ Ты же гору прогулял бы нафигенно. Как же плохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Пашка, тебе тоже что-лифигово. А ну, водички мне налей, пожалуйста. Не то что фигово, мне хреново. Нет, у меня такой ящик вроде скачет. Серьезно, это что? Давай, давай, давай. Дискач уже закончился. В школу надо идти, пришли в школу, теперь сидим здесь на этих, ну, урок. Боже, как я хотела пить, Паша. Великолепная вода. Я знаю, это ж моя. Что ж, тетя меня не спалила. Как меня тетя, между прочим, тоже по полу не спалила. Она мне сегодня утром просто говорит, блин, просыпайся, пора в школу. И, во-первых, я не встала в эту школу, я так и хотела, потому что я так хотела спать. Зато как мы на дискотеке вчера спросили, я даже хомяка с собой брала. Он был звездой дискотеки. Все его просто заценили. Да что там твой хомяк? Какой, блин, король танцпола? Король танцпола это я был. Я просто там, так ты бы видела просто. Я просто отжигал, но на меня все смотрели. Я там брейк-дансил, все свои, короче, умения показал. А ты, кстати, в ночном клубе каком был? Я была вообще-то в самом крутом клубе на районе. Блэк Зефир. Кстати, между прочим, там такие очереди были, такие. А мне знаешь, что ты сказал? Говорит, красоточка, ну ты можешь проходить. А там такой мальчик стоял, симпатичненький. Так, нет, самое главное, понимаешь, меня пропустили. А говорят, ах, а Макси, ну маленький, для дискотеки. А я, короче, с ним пошутила, говорю, ой, да это мой братик, ну я с ним вместе. Ну, короче, мы пошутили, посмеялись, но он такой классный был. Мы номерочками обменялись, вон, думаю, мы пойдем погуляем. Ну, короче, какая тебе разница? Блэк Зефир я была вообще, да? Подожди, Блэк Зефир это тот самый ночной клуб, о котором говорили все бомжи. Типа, там, это район бомжей, типа, Блэк Зефир это у них как точка какая-то, типа, они там тусуются постоянно. Мне это знакомый рассказывал, что он, короче, пошел туда один раз, и там его чуть не убили вообще. Короче, это полная хрень, так что я тебе вот предлагаю. Вот реально классный ночной клуб, в котором я был. Сильвермун, да, да. Вот там вот реально, вот то, что ты рассказала, только это было у меня. Чего? Сервер, ну, 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 какая разница? Там дети, малолетки какие-то тусуются. Там дискотека с шести до девяти. Чув, и ты меня туда приглашаешь. А там, где я была, вообще-то, никакие бомжи там уж давным-давно не тусуются. Это уже элита, понимаешь? Там уже парни на машинах едут, крутых тачках. На каких тачках? На копейке на Жигуле. И ты перепутала. Ты имела в виду Сильвермун. Да-да-да, детский. А я был в Сильвермуне. Запомни, Сильвермун. И еще я в клуб подъехал, знаешь, на чем? Меня Кент подкинул на кабриолете. И сзади на сиденье две телочки еще было. Телочки? Интересно же, они вам салон не засрали? И чем же ты их кормил? Сеном? Боже, какая разница. Ну, перепутала я название ваших вот этих вот клубов. Но все равно, мой клуб, там, где тусовалась я, намного был круче. Ой, так короче, и твой хороший, и мой друг хороший. Да, мы не будем ссориться на головах, когда все будет. Стоп, стоп, стоп. Ссориться мы не будем, только если ты скажешь, что я была в самом крутом, элитном ночном клубе. Ну, и еще пролайкаешь все мои фотки в Инстаграм. Хорошо, пролайки. Только у тебя нет Инстаграма. Вообще-то, я выставляю фотки на наш общий аккаунт. Ивановна6666. Ты совсем дура или что? Тетя сразу забарит, что ты в ночном клубе была. Ты понимаешь, если ты выложишь на ее аккаунт фотку, там, где ты в ночном клубе в Сурсе, она тебя сразу забарит. Блин, точно, я не подумала даже. Хорошо, но тогда ты скажешь, что у меня самая лучшая, красивая, что я самая фотогеничная девочка. Ну, я тебе покажу фотографию просто на телефоне. Да ладно, на телефоне пролайкаю. О, вы уже тут? Тут. Э, Дарина, а что там в моей панамке? Даниэль, ну не начинай. Взяла один раз твою панамку, но ничего с ней не случится. Она мне просто под платочек подходила. В прошлый раз меня оставили без обеда, а сегодня без панамки. А что там в маме на хачках? Ты может, что в солнце светит. Получишь это, мама. А, получу. Даниэль, ну что ты таким занудливым стал? Ну, раньше вот с тобой было весело, ты пошутить, мог с тобой побеситься, можно было поиграть, погулять. А сейчас что? Заучка какая-то. И вообще, я скажу тебе так. Школа это не главное. Школа может и не главное, а знания нужны. Вот я, к примеру, стану бизнесменом, а тыкин, дворником Максим. Будет в ночном клубе с веником танцевать. Знаете вы оба, я в этой жизни удачно выйду замуж и буду ходить каждый день по ночным клубам и дорогим ресторанам. И для этого знания мне не нужны. Просто нужно хорошо уметь улыбаться. Знаешь, ты, Дарина, тупая и никому не нужна. Я бы не вышел за тебя замуж. Еще бы, ты бы вышел за меня замуж. Вообще-то парни не замуж уходят, а женятся. И вообще, вот такие, как вы с Машей, мне не нравятся. Мне нравятся такие накачанные, красивые, спортсмены, ухоженные. Вот они, мужчины. Они, что ж, увы, дрябаные какие-то вообще. Он сидит, один умирает, этот сидит с ножиком в детском играется. Зачем мне такие ножки, а? Красивые, это типа с котлетой денег в кармане. А еще, Дарина, раз уж попрошло, то я тебе правду скажу. Ты некрасивая, необщительная, с тобой вообще неинтересная и ты меня раздражаешь. Все. Полностью согласен с тобой. И, кстати, Дарина, это не детский ножик, а я просто на нем тренируюсь. И потом скоро еще куплю настоящий. Купишь себе настоящий ножик для того, чтобы колбасу резать, да? Боже мой, мальчики, насколько же сильно я вас оцепила. А я ведь просто сказала, что вы не в моем интересе. Паш, а ведь раньше ты говорил, что я самая-самая красивая. Ммм, что-то я не помню, что я о тебе такое говорил. Максимум, что я о тебе говорил, я помню, это жаба, курица. Но такого, чтобы что-то красивое или что-то подобное нет никогда в жизни. Не зря, Паша, ты мой брат. Наверное, им одинаковые девушки нравятся. Да нет, сидел бы лучше и молчал. Вот какие тебе сейчас девушки? Сиди, книги читай. Паш, а вот тебе я еще припомню. Ага, припомнишь, припомнишь. Добрый день. Здравствуйте. Что такие тусклые и невеселые? Я надеюсь, контроль на работе готовы? То, что потеряли на предыдущих уроках, сегодня мы с вами пропишем. Кстати, Паша, ты почему в моих очках? Ну, тетя, понимаешь, тут такая ситуация. Мне, пока я шел на улицу, попала пыль в глаз. И солнце очень сильно светило. И у меня глаза заболели. Если бы я не делал эти очки, то, скорее всего, я бы лишился зрения. Что? Паша, что ты это думаешь? Какого лишиться зрения? Давай снимай быстро мои очки. Они растягутся в твоем лице. Мама, вот ты заметила, что Паша взял две очки? А вот то, что Дарья взяла в мою бананку, нет. Дарьяна, без разрешения нельзя брать. Вдруг у тебя вши какие-нибудь. Кстати, а почему ты в очках сидишь? Какие вши, Валентина Ивановна? Вы мою голову каждый день проверяете. А очки я взяла, потому что на улице тоже у меня пыль в глаза летела. Дарьяна, снимай очки и снимай чужую бананку. Потому что вы меня выведите. Я вам двойки просто так поставлю. Тетя, ну что ты как всегда? Ну не могла ты прийти как нормальный обычный учитель? Ой, ребята, вы хотите в бурдер-гроте, как можно, с вам чайку сделать? Можно спать, где-то по-другому. Вот это вот было бредяно. А ты, блин, из-за зла. Мама, не злая, моронная. Мама, моя всегда всегда это говорит. Правильно, Дарьяка. Паша, интересно, какие это учителя разрешают спать на своих уроках и носят вам бутерброды? Что-то я такого не слышала о вашей школе. В старых школах, конечно, не носят. А вот в новых носят. Екатерина Сергеевна, вот, например, учитель истории. Носят постоянно детям в леду. Там бутербродики. Даже иногда чайки носил, как я тебе говорил. Паша, ну вот не начинай, пожалуйста, придумай. Ты в этой школе неделю. Какие бутерброды? Я, во-первых, не Екатерина Сергеевна, Екатерина Васильевна. Не, Валентина Ивановна, серьезно, она приносила бутерброды с красной рыбой и икру еще приносила. Не, ну, конечно, это мне интересно. Откуда вы переключите ли деньги на красную рыбу и красную икру? Мне кажется, вы все придумали. Смотрите, что я сделаю. Я сейчас пойду и сама спрошу к Екатерине Васильевне, что она в Аксис носит. Да, дядь, иди, сходи и пару бутербродов принеси, я проволтался. А хотя нет, там у нас и сегодня, кстати, пицца еще есть. Пицца? Откуда пицца? Я тоже хочу пиццу. Да нет, конечно же, ты будешь кушать и пиццу, и сок, пельмени, и бургеры. Да, короче, там и все, что ты захочешь. Валентина Ивановна, ну, вы будете уже там спрашивать у учителей, правда это или нет? Я пойду. После того, как вы напишите контрольную работу, понятно? Достаю на тетрадь. Тетя, а что ты полурука вообще в очках сидишь? В очках? А, действительно, просто, я что-то ровно мне в шоке глаза светило. Может, в чаепых глаза попало. Я не поняла, это что за сметно обращителям? Достаю на тетради, пишем контрольную работу, быстро. Мама, может, правда узнаешь за бутерброды? Политная мама, ну, правда, пожалуйста, сходите, узнайте. Ну, вот, представляете, погода так и уходит. Она хорошая, учительница. А вы что, у тебя тебя плохая? Ну, пойдите, узнайте, разберитесь. Ну, пожалуйста. Ой. Скажу, вот скажу, только из-за того, чтобы доказать, что ни тут, ни какие бутерброды сюда не носит в школу. Да, это проблема. А придумали мы это все для того, чтобы сегодня не писать контрольную, потому что у нас, Паша, болит голова, да, Паша? Да, Дарина, надеюсь, тетя будет долго искать эти бутерброды. А я правда кушать ходила. А знаете что? Действительно, в этой школе можно дети носить бутерброды, чтобы они без перемен сидели на контрольной работе. Ура, бутерброды! Субтитры создавал DimaTorzok